Всем привет! Это видео я решила посвятить моей подготовке к сессии, из-за которой я, кажется, потеряла все свои нервы. Не шучу, были и нервы, и слезы, и я чуть не попала на пересдачу даже. Хочу начать с того, что это моя первая сессия оффлайн. Нам сказали буквально за пару недель до зачета, что мы будем писать ее очно. И тут все, конечно, просто офигели, потому что два года на дистанционном было все в порядке. По крайней мере, всем было удобно, в том числе и мне. Я хотя бы переводы писала более-менее. И, кстати, благо не было устных экзаменов в этом году, а то я бы точно поехала головой. Все эти отрывки были сняты в разные дни, после Нового года в основном, потому что в один момент сломалась камера, в другой на телефоне не было памяти. И сортировать это все вообще бессмысленно, поэтому вы можете теперь лицезреть небольшой винегрет из видео. На самом деле, я вот монтирую, тут даже ничего подписывать по дням не нужно. Все и так понятно, поэтому погнали! Субтитры сделал DimaTorzok И так, я разложила вещи. У меня тут гирлянда, потом вещи мои, собственно. Я сейчас переоденусь в волосины, в футболку, потому что в шортах холодно. Носочки еще привезла, еще одни носочки, потом косметика, которая мне нужна, ну, уходовая. Также взяла книгу, буду читать, дочитывать великого Гэтсби, потому что пора бы, давно уже затягиваю. И сейчас хочу попробовать сделать вот такую вот штуку, уже как это делала, для черных точек. Довольно-таки неплохо помогала. Вот только я не помню, я брала от этой фирмы или от другой. И сейчас ставлю еще вариант фирмы, которую я могла брать. А вот какая-то из этих мне помогла, только то и не было в наличии, это была. Сейчас попробую с первого шага. Давайте вместе сделаем вот эту вот штуку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я уже просто не могу. Мандаринки и просто миллион листов лексики. Это еще не все, там еще штук 15. Я уже все просто, я умираю. Спичок вилла, отпишу. 95 это только слов, но у каждого этого слова есть миллион значений. Вот здесь, например, вот шестерка, шесть значений, семь значений. Короче, я просто, я умираю. Вот есть мандаринки и там еще одна чашка кофе. 22.29. Мне еще сидеть? Часа, наверное, два точно. Может быть даже три, не знаю. Треш. 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 А теперь вот это вот всё будем учить. Но сначала я хочу включиться на спикинг клаб. Ещё хочу сказать, пока вспомнила, съела одну мандаринку, дописала значение вот этих вот word combinations. У нас такой прикол, что вот у нас есть какая-то определённая лексика, и ничего больше, кроме неё, использовать нельзя. То есть, если ты знаешь какие-то синонимы, не нужно их использовать, нужно использовать именно эту лексику. И ничего больше. То есть, есть миллион слов, и нужно использовать именно их, но никакие другие, которые приходят тебе в голову в переводе. Я не знаю, зачем это делается, потому что перевод же создан не для этого, в принципе. Ну, в общем, это самое сложное реально вспомнить ту лексику, которую мы учили, а не ту, которую хочешь использовать ты, и которая синонимична с той, которая даётся в задании. И в этом и вся сложность заучить, заучить именно то, что от нас требуется написать потом в переводе. И даже если тебе какой-то другой синоним приходит, ты его не можешь написать, потому что у тебя будет минус баллов. Вот такие вот дела. Ужас просто. Ужас. 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 Продолжение следует... 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 Распаковочка. Зарядки, которые я успешно умудрилась забыть на той квартире. Не увижу эти каталки туда-сюда, но пока никак иначе. Я за 20 секунд никогда не набегала. 6 этажей. Ну, может, не 20 секунд, может, конечно, больше. Но я бежала через ступеньку. Один раз даже через две проскочила, я не знаю. Я чуть не упала, но было страшно, потому что в подъезде нет свет, на улице нет свет, только фары от машины, и свет у меня на этаже. Всё. Кайф, кайф. Знаете, почему я такая счастливая? Потому что всё. Я закрыла эту сессию. Я думала до последнего, что попаду на какую-то пересдачу, но нет. Ноль пересдать. Я всё с первого раза сдала. Просто трэш. Музыка. 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 начинать отдыхать, точнее, не отдыхать и реализовывать все свои идеи и так далее. То, что я хотела реализовать, когда у меня был универ, но, к сожалению, и получилось. Получилось только пропасть. Ещё там были другие проблемы. Я не знаю, насколько по мне видно, что я довольна, потому что у нас как бы сейчас 2 часа ночи. Почему бы не порадоваться? Я не могу кричать, потому что теперь уже в моём новострое. Я думала, что тут ещё как бы полгода не будут жить люди. Я одна из самых первых, кто заехал, потому что, когда я заезжала, всего где-то только 8% было заселено дома. Но сейчас уже живут соседи сверху и снизу, поэтому нельзя шуметь особо, там ещё маленький ребёнок сверху. Трубуемость про инших. После университетских результатов сразу украинская мова вспомнилась. Это было все видео. И те, что нам понравилось, не сильно много я, оказывается, снимала во время сессии, хотя думала, что у меня будет много материала, но нет. Далее, я думаю, мы будем учиться офлайн, то есть будем ходить в университет, потому что раз мы сессию писали очно, то и, скорее всего, обучение дальше будет уже очным. К сожалению, потому что очень много времени забирают университет, и времени занимает довольно-таки бесполезно, потому что, ну, я думаю, когда выпущусь, я расскажу о всех там плюсах, минусах и так далее, того места, в котором я учусь. Но ничего лучше не было, поэтому... А пока я комментировать ничего не могу, поэтому ждем еще два года. Да, кстати, не забывайте, что у меня есть также Инстаграм. Я там появляюсь намного чаще, чем в Ютубе. И даже в период сессии я там появлялась, потому что для этого точно было время. Взял телефон, снял сториз. Ну, вроде как это так легко звучит, но на самом деле нет. Ну, в общем, там я точно всегда появляюсь. Пусть и пропадаю по воскресеньям, но подписывайтесь, потому что там много интересного, и скоро у меня стартует марафон по ангельскому языку. Поэтому до новых встреч, и всем пока!